Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами актер, которого российские зрители знают по удачным работам в большом кино, на телевидении и на театральной сцене. Сегодня у нас в гостях Никита Зверев. Здравствуйте! Никита Зверев – российский актер театра и кино. Окончил ГИТИС в мастерскую Петра Наумовича Фоменко. После окончания театрального вуза Никита был принят в труппу театра под руководством Олега Табакова, а позднее сыграл и несколько заметных ролей на сцене Московского художественного театра. Кинокарьера Никиты Зверева также развивалась активно. Такие фильмы, как «Талисман любви», «Русский перевод» и другие сделали актера узнаваемым среди российских зрителей. Никита, вот я тут не так давно готовилась к интервью с Риной Муравьевой и наткнулась на ее довольно интересное такое умозаключение. Касается оно того, что не стоит человеку талантливому бояться остаться нереализованным. То есть буквально она сказала следующее, что сила таланта сама притягивает к себе возможности его реализации. Но вот мне показалось немножко идеалистичным. Вот вам как? Я смотрю на вас и думаю, какая вы красивая и талантливая. Мне кажется, не нужно вам бегать по порогам. Да, бегать по порогам. Мне кажется, это будет очень смешно. Но я думаю, что талантливому человеку надо находиться в каком-то позитивном качестве, наблюдать за жизнью, смотреть, помогать, дружить, любить. И все само будет и придет обязательно. Ну то есть вы из тех людей, которые немножко фатально относятся к тому, что называется удачной актерской карьерой? Ну если бывают какие-то сложности, конечно хочется, чтобы ты проснулся, тебе вручили Никита Сергеевич Михалков приз. А ты никуда не выезжал, он приехал к тебе лично домой. Но все равно ты понимаешь, что жизнь с трудностями, и даже если это будет очень тебя не будет долго-долго вести, значит, ты накопишь какой-то хороший внутренний багаж, и это даст тебе возможность хорошо сыграть в кино и в театре. Диагноз – паталист. Паталист. Хорошо. Валерий Фокин тоже такой достаточно интересный для меня человек театр, театральный режиссер. Говорил о том, что театр – это такое занятие, такая профессия, которым ты чем больше занимаешься, тем больше она тебе задает вопросов. Вот у вас в этом смысле как развивается взаимоотношение с вашей профессией? Ну я думаю, что я, конечно, готов с ним согласиться, что хорошо быть жизненно, нам очень много в жизни компромиссов, на которые мы идем, 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 идем бесконечно. И, конечно, хочется, вот как я вот приехал играть здесь спектакль, человек говорит, А если мы не будем обращать на какие-то микродетали, да, а просто пробежимся по жизни, то мы не посмотрим всю самую суть, понимаете. Все равно очень важен не результат, а все-таки процесс жизни, да. Мы забываем, что как мы дышим, да, как… давно ли ты обнял, не знаю, маму. И поэтому, конечно, я согласен с этим удивительным режиссером, что можно взять одно предложение и обсматривать его, обдумывать так, и так, и так, и так. И тогда ты поймешь, что смысл жизни – это… вот возьмешь это предложение, будешь раз сто, а потом так устанешь и просто посмотришь в окно, и вздохнешь, и засмеешься. Вот и все. Вы так или иначе задействованы и в киноработах, и на театральной сцене. Вот с точки зрения того, что желает видеть современный зритель, не кажется ли вам, что сейчас вот основной запрос, который исходит от аудитории – это «развлеките меня» и ваше отношение к этому, вас это озадачивает, вас это раздражает? А может, вы вовсе не считаете, что так происходит? Ой, да нет, я готов сам развлечься, отдохнуть и посмеяться. Я посмотрел в последний раз фильм «Мы летели сюда», «Зеленая карета». Да, из недавнего, да. Ну, это потрясающее кино, которое можно и подумать, и размышлять. И я и поплакал, и пордал, и восхитился игрой своего коллеги Мерзликина. Просто насколько он там положил кусок жизни просто потрясающий. Для меня «Оскар». Это правда. Что сейчас дали «Оскар»? Леонардо Ди Каприо? Мерзликин лучше. Отобрать у Ди Каприо. Да, братья, да, да. Вот Мерзликин возьмет своего «Оскар» обязательно. Ну, а в том плане, что, ну, я так понимаю, что это советская традиция, что вот театр несет, театр в частности, нечто большее, да, что он там зрителя просвещает, что он его выводит на какие-то новые высоты, интеллектуальные, духовные. Да нет, ну, наверное, вы знаете, заканчиваешь институт, да, и думаешь, вот сейчас появится вот профессия, которую ты любишь, и все так правильно сделается, да, и ты послушаешь музыку, наблюдаешь характер, придешь, сыграешь спектакль и все тому. Ну, жизнь, что предлагается, понимаете, это совершенно другое. Ты несешься куда-то, пришел, быстро текст, да, почитал с партнерами, у них кто-то кредит не заплатил, кто-то, да, разводится, я не знаю. И поэтому рождается чудо, если люди собираются. Главное, люди, коллектив и любовь к зрителю. Она не может быть невзаимной. Все равно, да, там говорят про Олега Павловича, да, там, Табакова, там, мы его любим, уважаем, восхищаемся, но это ведь только абсолютно взаимно, потому что Олег Павлович тоже параллельно любит, восхищается и абсолютно благодарный человек. Это все как бы очень зеркально. Поэтому и мы меняемся, и зритель меняется. Наверное, конечно, действительно ответственность лежит на нас. Все-таки нам платят деньги. Зритель купил билет, и я так выхожу и последний раз понимаю, что, наверное, так хочется понравиться зрителю, что делать, наверное, иногда не нужно. Иногда нужно поработать душой и сердцем. Но я пытаюсь. Вы сейчас, Никита, упомянули момент окончания театрального училища. А вообще, вот вы как сейчас, оглядываясь назад, думаете, у вас много было иллюзий в тот момент, которые вот сейчас, там, может быть, уже и развеялись относительно того, как делается, как существует человек в кинобизнесе? Ну, по поводу, наверное, себя иллюзий. Я был худенький, стройный. Сейчас, видите, какой-то большой. Это вы шли на поводу У? Не знаю. Все время хотел быть большим, наверное. Вот и когда очень сильно что-то хочешь, не срастает все. А когда это отпускаешь, смотришь и... Наросло. А так, ну, обращай внимание же, там просто ты моложе. А так, такие же проблемы. Просто чувствую больше обостренной. Ты сильнее любишь, лучше дружишь. И у тебя время не 24 часа, а 164. Просто ты моложе. А с точки зрения того, как ты готов затрачиваться на свою профессию? Ну, то есть у актеров, я так понимаю, это вообще... Есть только один вариант. Либо полная самоотдача, либо сиди дома, жди звонка от Михалкова, да, всю жизнь? А я отвечу. Я помню, я сидел в кафе, и какая-то плакала девушка, что там. Я подсел, она говорит, у меня вот это... Я говорю, что случилось? Такая-такая ситуация, там, парень говорит, я пытался ей объяснить, что такое жизнь, облака, слезы, сопли и так далее, и так далее. Она говорит, а у вас какая профессия? Я говорю, актер. Она говорит, а что это такое? Я говорю, понимаете, актерская профессия. Я говорю, вы сейчас уйдете, а я с вами еще часов шесть буду разговаривать. Да, как в спектакле, ты начнешь обсуждать свои персонажи туда, может быть, он сел так, а может, он сидит как политик, да, может, он уставший, да, или очень веселый, да, или внимательный, или влюбился. Ну, будешь думать, подумать, подумать, и дальше. Это безумное воображение. А что касается партнерских отношений, для вас, ну, там, может быть, более трудоемко выстраивать отношения между вами как актером и режиссером, с которым вы работаете в данный момент, или партнерские отношения на площадке, ну, там, на театральной, на кино, что первостепенно и что вот сложнее дается, может быть. Ну, да, я бы сейчас приехали с спектаклем, я играю с выдающимися, потрясающимися актерами, красавцами, гусарами, балагурами, Денис Матросов, да, Ярослав Бойко. Они требовательны и ко мне, и к себе. Мне с ними хорошо. Это партнерство, наверное, они бывают и разные, бывают какие-то вредные партнеры, которые не любят повторять текст. Бывают, как люди разные, да, так и здесь у нас то же самое. Бывает, там, человек в себе, а бывает хулиган на сцене. И вот, допустим, там, с Мишей Пореченковым мы играли в «Белой гвардии», у нас была одна проблема, кто кого разыграет на сцене, все. Да, и вот весь сюжет у нас был, да. Там с Костей Хабенским, у Кости там есть такой дар, он, я там выпускал премьеру и очень улавился, всегда ждал, когда он выйдет, потому что у него есть чудо присутствия на сцене. Вот он уходил, так смотрит, и ты отдыхаешь. Все по-разному. А с режиссерами у вас как, насколько тандемы удачно складывались? Удачно, мы с кем учились, Сережа Пустипались, да-да-да. Так, чем вот мы там перестали сейчас в последнее время работать, да. И сложно, потому что понимаешь, что режиссерская профессия, наверное, в 6200 сложнее, чем актерская. Ты думаешь о себе и о том, как потратить сейчас заработанные деньги, да, на кого. А режиссер думает о актере, безонсцены, как все это сделать, собрать костюмы, декорации, света. Ему, конечно, он более сумасшедший, уставший человек. Но я в последнее время редко встречался с режиссерами, которые тоже хотят что-то сделать и поработать. Редко? Редко. И я понимаю, что Сережа Пустипались, гениальный режиссер. Все-таки какая-то такая старая традиция существует. И она есть у Сережи, что все-таки ты пригласил человека, накорми, да, там, расскажи, какую у него будет роль, как это будет интересно и так далее, и так далее. А так приходишь, режиссер сам не знает. Я говорю, ну, мы хотя бы что-то сделали, мы хотя бы одну сценку разобрали, как что. Нет, давайте уже дальше как-то, давайте работать. А вы с Сергеем, получается, вместе учились? Учились. И Петра Новочеваем. Просто он мне тоже кажется невероятно интересным человеком. А он сейчас ставил в Ярославском, да, театре, насколько я помню? Или уже это пройденный этап? Нет, нет, он снял, по-моему, кино, и сейчас юный актер потрясающий. Мы с ним играли, помню, на четвертом курсе спектакль. И у нас была сцена, где мы друг друга злимся. Мы это делать не умели, не могли, потому что мы кололись и хохотали. Он выгонял меня из дома, и режиссер решил, что мы все это делаем, развернувшись. Потому что когда мы поворачивались, мы очень сильно смеялись. Я очень рад, что я его знаю, дружу, и он действительно режиссер, и актер, и человек. Передавайте ему большой привет. Мы его очень любим и ждем в гости. Вы же служили в репертуарном театре некоторое количество лет. Потом от этой идеи вы отказались. Вот вам кажется, что в современных реалиях это наиболее органично, не быть привязанным к театру? Так сложились обстоятельства. Со мной я, мне кажется, пытаюсь быть в системе театра. Я благодаря Олегу Павловичу, любимому учителю, работаю в «Амхате» на контракте, играю один спектакль. Но это же твое личное ощущение, ты в театре или не в театре. Это твое личное ощущение, ты в семье или не в семье. Ты можешь быть 20 лет служить в театре, а потом на пенсии сказать, как я все это ненавидел. Я просто к чему спрашиваю, ведь за рубежом как раз-таки на контрактной системе построены все практически, даже самые успешные театральные постановки. Не означает ли это, что вот в принципе сама идея такого репертуарного театра, она может уже немножко устарела или как бы не совсем? Ну, я когда прихожу, и люди, которые любят свое дело, любят что-то для них, мне кажется, это очень нужно, важно все-таки момент с семьей. Мы всегда хотим обрести семью, где зеркально тебя любят, целуют, ждут. А заботятся тебе, и ты взаимно то же самое делаешь. Также в театре ты отключишься от агрессии, от неудач каких-то. Пришел в театр, в ремерочку, смотришь, а там портрет, не знаю, Абдулова, да, и хочется быть лучше, и невинного, и лучше, и сыграть. Для того, чтобы эта, как сказать, жизнь не ушла в фоя в никуда. А насколько у вас хватает времени, силы, желания, как зрителю ходить на какие-то театральные спектакли? Ну, вот я посмотрел работу с Мерзликиным, я рыдал, плакал и радовался. Но это вы сейчас о кино говорите. Но театр, последний театр, я скачал спектакль Линком «Все включено». Всем советую посмотреть, где играет фантастическая Чурикова. И действительно, понимаешь, я такой лимитчик в профессии пока еще. А вот она, конечно, действительно делает чудо, она делает процесс, и у нее нужно и можно учиться обязательно. Это правда. А вот спектакль, который вы будете представлять в Владивостокской публике, вы же там тему Голливуда раскрываете, каким образом создается картина. А вот почему-то это родило у меня вопрос о разных актерских школах. Вам будет вообще интересно, как работают ваши западные коллеги? Вы стараетесь присматриваться, изучать каким-то образом, познавать их? Нет, конечно. Конечно, я изучаю, смотрю, что и внешне все становятся более похожи на фриков. Нужно, чтобы человек был похож на какого-то, не знаю, то медведь, то животное. Но все равно человек как бы актер, как Станислав сказал, верю или не верю, человек должен выйти, и ты должен по нему прочитать, хороший он или плохой. Все-таки это картинка. Потому что пока ты будешь думать 10 минут, фильм-то уже и закончится. Разные актерские школы, я думаю, что все это зависит, наверное, может быть не от школы, а от педагогов. Я не знаю, какой я хороший или плохой артист, но у меня были замечательные педагоги. Каменкович, Женовач, Фирсова, Серова. И я благодарен им, что они воспитывали в нас. Не спеши, подумай и будь понаглее. Вот и все. Хорошие советы, кстати, можно применить не только в отношении актеров. А вот сейчас, когда у вас есть уже достаточно большой опыт успеха, ловите ли вы себя на том, что у вас есть страх неуспеха? Ну, мне это самый простой вопрос. Самый простой. Я не знаю, что такое успех, а вы мне про неуспех. Страх – это такое чувство, в которое, наверное, хочет человек избавиться от, мне кажется, любой человек. Страх перед жизнью, проблемами и так далее, и так далее. Поэтому имелись ответить, что пусть придет и мне успех, и успех. Пусть будет так. Можете вспомнить какой-то неожиданный комплимент или реакцию на ваше появление людей, которые узнали в вас, именно вас, и как они на это прореагировали? Вот последний раз, вот неожиданный комплимент, мне сказали, что я вот служил с мужиком на подводной лодке. Я говорю, я не служил с вами. Потом перепутали меня, как могли сказать, с удивительным актером, с Бероевым, с Егором. Я вдалеке стоял, и там она кричала «Бероев!» и подбегая ко мне, прям, это не Бероев. Да очень такого все много было веселого. Но, слава богу, нет какого-то раздражения. Люди все равно потом говорят спасибо, я говорю, я вам спасибо. Это здорово. Тем более, я очень люблю, многие артисты не любят фотографировать. Я люблю подойти, обняться и фотографироваться. Это здорово. Если ты даешь человеку немножко расслабиться, уйти от проблем жизни, и он тебя обнимет, и ты голову положишь, это приятно. Это сейчас очень ценная информация для зрителей, которые могут наткнуться на вас. Спасибо вам большое, Никита. Будем завершать. Успешного вам спектакля. Приезжайте, Володя, столько часов. Обязательно, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok